Город Кемерово. И вообще мы против, почему общественное место вдруг становится платным. Наверное, реакция каждого второго автомобилиста, впервые подъезжающего к Бугасской косе, именно такая. За 400 метров до начала пляжа туристам предлагают оставить машину здесь и дальше идти пешком или проехать на стоянку. Плата взымается за охраняемую парковку. Выбор добровольный. Каждый его делает сам. Людей стало все больше новых приезжать, а в данном режиме они еще теряются. Сначала при заезде, при первоначальном заезде они возмущаются, недовольны, соответственно, потому что в прошлом году была открыта коса, а в этом году вот такой режим. После того, как люди выходят на пляж, пользуются услугами, которые мы им представляем, люди выходят довольны, с улыбками, с нормальными отзывами. В этом году въезда на Бугасскую косу нет. Природоохранная зона наконец-то защищена от губительных последствий автомобильного нашествия и потребительского отношения не всех, но многих отдыхающих. Постоянные же туристы признают введенные ограничения как минимум логичными. Если люди за собой бы убирали, тут вопросов никаких не было. Все-таки свиньи люди. Грязь за собой оставляют, кто-то приносит, убирает за собой, а большинство нет. А здесь вот у нас, мы пятый год за собой убираем, все хорошо. В этом году что мне вот понравилось? Пляж чистый, вода прекрасная. На пляж отсюда можно дойти пешком, а можно воспользоваться трансфером. Он курсирует каждые 15 минут. С одного взрослого возьмут 50 рублей. Тяжеловато, конечно. Приходится воспользоваться услугами такси. А так, ну, раньше было бы приятнее. Но я так понимаю, что это сделали из-за количества людей, которые стали посещать Бугасскую косу. В плане вот мусора, каких-то шумных там тусовок. Вот. Наверное, ограничения какие-то должны быть. Я считаю, что деньги, в принципе, подъемные, которые нужно здесь платить за стоянку машины, там, за трансфер. Единственное, что очень бы хотелось, чтобы эти деньги шли на развитие инфраструктуры. Плюс это то, что стало меньше людей, меньше машин. То есть, поспокойнее стало в целом на косе. То есть, меньше людей, меньше мусора. Впрочем, не все считают, что цены здесь приемлемые. Понимая это, организаторы парковок дают 50-процентную скидку ветеранам боевых действий, инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. А еще берут на себя обязанность собирать со всей прибрежной территории мусор и трижды в день вывозить его. Это, кстати, главный плюс, который отмечают почти все отдыхающие на Бугасской косе. Стало чище, свободнее и тише, как и должно быть на пляжном отдыхе. Тем более, на особой охраняемой природной территории.